Вот так выглядит работа с имприматурой. Простым языком, это первый красочный слой, который позволяет решить сразу несколько творческих задач. Первое, мы избавляемся от белого холста, который мешает нам воспринимать правильные тональные отношения. Второе, мы сразу задаем главный цвет, который будет просвечиваться через всю работу. Это очень популярный подход в истории живописи. Практически все старые мастера, такие как Рубенс, Тициан, Рембрандт и многие другие, использовали имприматуру. Я и до этого пробовал этот подход, но только в этой картине я понял, насколько он упрощает жизнь. Изначальный референс мне показался довольно сложным по цветам, но благодаря вот этому первому слою, который в итоге сыграл роль среднего тона, эти сложные цвета казалось довольно просто намешать, потому что уже была довольно грязная основа. И еще одна прелесть в том, что яркие цвета, которые вы используете в этом случае, они действительно смотрятся очень ярко, можно сказать, светятся. Поэтому от души рекомендую вам такой подход. Главное грамотно подобрать вот этот цвет, который здорово поможет вам в поиске образа.